Гилберг Берн сказал, что я ставлю 50 тысяч долларов на Аливеру. Просто я почему-то думал, что его будет легче задушить, чем казалось. 40 я бы дал Волкановску. Привет, меня зовут Вадим Тихомиров. И, видимо, первое интервью на моем канале в этом году будет с Арманом Царукяном. Обсуждаем важнейшие вещи. Приглашение в лагерь Алекса Волкановски. Взгляд на бой с Исламом Махачевым спустя 4 года. И главное, жим и присед действующего бойца UFC. Прочитать этот текст можно на сайте matchtv.ru, но я рад за каждого, кто увидит видео-версию интервью. И вместо рекламы я пока могу вам посоветовать только свой телеграм-канал. Поэтому подписывайтесь на Тихомиров ММА. Там веселые видео, интересные факты и что-то цепкое из интервью с бойцами. Ссылка будет под этим видео. А расскажи, почему именно Египет выбрал качественное правление для отпуска? Ну, это семья моя выбрала, из-за этого я сюда прилетел. Ну, и мы здесь ни разу не были первый раз. И недалеко из России лететь, скорее всего, из-за этого. Я слышал, что там на Красном море хороший дайвинг. Просто я думал, может быть, тебя это еще увлекает. А ты занимаешься в целом дайвинг? Занимаюсь, но вот на днях мы будем погружаться. Я ни разу еще не дайвил. Я слышал, что здесь кораллы красиво на море, чисто. И раз я здесь, значит, надо попробовать. Как выглядела твоя последняя тренировка на данный момент? Ну, это было пару часов назад. Я сделал прогулку часовую. Там растяжки, бустение. Легкое кардио на месте. Ну, это типа бёрфи, скакалка. Ну, в принципе, все. И здесь я при отеле. Здесь кроме моря и бассейна делать нечего. Так что я так понимаю, что тренироваться я здесь буду очень много. Потому что если есть свободное время, лучше, чем тренировки, ничего нету в этом мире для меня. Скажи, а бывает такое, чтобы ты приходил в обычную качалку, в обычный зал какой-то? Ну, вот как сейчас, например, при отеле. И тебя узнавали люди, начинали вопросы задавать какие-то. Вот именно в зале, а не на улице. Да, там. А не было такого, что начинали свои показатели с тобой сравнивать? То есть, вот, допустим, мужик, там обычный турист качается, ему становится интересным, там, он или боец в UFC, не знаю, больше поднимет, больше будет подтягиваться, что-то такое. Ну, прям такого не было. Ну, просто они спрашивали, какая у меня там станула, сколько я стану, сколько грудь, сколько приседаю, сколько раз могу потянуться. Ну, то есть, людям интересно. Ну, это все индивидуально, как бы. Я там не особо большой фанат больших весов. Я не надрываюсь. Допустим, на этой подготовке я ни разу штангу в руках не держал, по-моему. А сколько жим у тебя пачал? Да, два месяца. На раз? Да. По-моему, доходило до 125-ти, по-моему, что такое. Ну, сейчас, сейчас, вряд ли, 120-130 у меня было, когда я качался. Но сейчас, чтобы так прям пожать, я думаю, 110, может, буду, если тренироваться. У меня мышцы очень быстро в себя приходят. То есть, я думаю, что в месяц-два если покачаться, то можно и нормально пожать. Я больше приседаю, чем жмок. То есть, ноги у меня сильнее, чем у руки. А сколько приседал? Максимум не помню, но точно где-то 150 приседал. Арман, извини, что перебил, а ты просто сказал про бёрпи. А это же, на самом деле, такой неплохой показатель выносливости. С ними кучу разных там комплексов придумывают. Кто-то раундами их делает, кто-то делает там за какое-то время, сколько-то штук. А вот ты сказал, что ты их делал. Это комплекс какой-то был? Я... Да, это комплекс. То есть, 10 минут. Ты скажешь, каждую минуту, это... В каждой минуте это раунд. То есть, минуту должен действовать в корпусах. И я, кажется, это... Когда мы сидели во всяких карантинах и всё такое, много очень интересных там упражнений, которых осталось у меня от карантина. Допустим, мне даже много пространства не нужно, чтобы там сделать эти бёрпи. И вот этот сэп 10 минут, он самый такой приятный. И ты вроде подразмялся, вроде продышался чуть-чуть. То есть, 10 минут вполне как бы хороший сэп. Ну и ещё, когда там в подготовках, бывает такое, что там за минуту нужно максимальное количество бёрпи делать. Это типа то, чем ты себя отпискируешь, да, иногда? Ну вот, в этой минуте. Ну это... Ну это ты не тестируешь. Тестируем мы себя в спаринге, как мы дышим, как мы передвигаемся. Спаринг – самое главное. Ты попал в UFC в 22 года. И говорят, что к этому моменту в этом возрасте всё равно ещё организм развивается. Ты становишься крепче и тяжелее. А у тебя меняется вес между боями? Вот изменился ли он за эти три года? Да, намного изменился. Я стал намного больше. Мышечная масса стала больше. Мышечная жировая, выносящая силовые данные другие. Ну, я чувствую, что с каждым тренингом я меняюсь как спортсмен и улучшаюсь. Ну, вес это я одинаково вешу. Просто качество веса разное. То есть я там весил 86, заплывшим 85, а сейчас 84-85. То есть такое более сухое. Мы с тобой говорили перед твоим поединком с Исламом Махачевым. Это был март или апрель 2019 года. А ты... Ну, многие бойцы говорят, мне ещё рано на этом уровне драться. Или там я пока ещё не чувствую себя готовым. А ты там в 22 года был тогда уверен, что ты, в принципе, можешь подраться с Махачевым и достойно провести этот поединок. Просто интересно, там, откуда у тебя вообще тогда возникла уверенность в себе? Ты, по сути, дрался с доминирующим легковесом. Ну, я не выходил туда, чтобы просто подраться. Я выходил туда выигрывать. Я не выходил, чтобы просто там контракт получить или ещё что-то. Я на каждый бой выхожу выигрывать. И я думаю, что мои бои показывают, что я не просто туда выхожу. Я выхожу с определённым геймпланом, с определённой целью, чтобы добиться цели. Не просто выйти там, заработать какие-то деньги. И, там, сказать, что я там в UFC дрался. Нет, я не для этого здесь. И, ну, там, чувствуешь ли ты сам, что вот ваш поединок, он становится, ну, стал для тебя каким-то таким сюжетом или деталью в карьере, которая, в принципе, тебя тоже медийно продвигает. Потому что я смотрю практически в каждом интервью сегодня тебе задают этот вопрос. И как будто бы всё интереснее и интереснее посмотреть, как ваш реванш пройдёт. Конечно, как бы это большое имя для меня было. Первый бой. И сейчас он чемпион. И на данный момент самый тяжёлый бой в UFC у него был со мной. Так что реванш, он будет ещё интереснее. То есть есть предыстория. Я видел, что в одном интервью у Ислама была такая реакция, он сказал, не советовал бы ему часто упоминать нас или вот что-то такое, или упоминать моё имя. А вы просто ни разу лично не общались? Потому что иногда же в России это болезненно воспринимают бойцы. Нет, мы общались. Ничего такого нет между нами. Только спортивный интерес. А не чувствуешь ли вы, что вообще там по менталитету, по отношению к жизни, вы бы могли быть даже там быть друзьями вот в обычной жизни, если бы у вас не было такой конкуренции, как у двух легковесов в UFC? Ну, возможно, всё в этой жизни. Когда Ислам дрался с Оливейрой, ты болел за него или за Оливейру? За Ислама. Ну, честно сказать, я выделил только вот один бой Ислама. Бой я ждал больше всего в этом году. Просто было интересно, как он протестирует для себя. Просто было интересно, да. И там Билдер Берн сказал, что я ставлю 50 тысяч долларов на Оливейру в Instagram. И я был в этот момент в Таиланде. И у меня не было 50 тысяч долларов с собой. У меня было там 30 тысяч долларов. И я ему написал, что давай 25 тысяч долларов и поехали. Но он даже не ответил и просто ветер погонял. Чем бы сейчас твоя подготовка отличалась от тех, кто тебя было тогда к нему? Во-первых, я изменился за эти 4 года. Тренировочный процесс я выстраиваю чуть по-другому. Тренерский штаб другой. В целом, время на подготовку нужно достаточно. Извини, но последнее про Ислама мне у тебя хочется спросить. Вот и он, и Хабиб, они начали заниматься единоборствами прямо с раннего детства. То есть там лет с 7, Хабиб с 4. А есть категория бойцов, вот как раз, например, как ты и Дамир, которые сначала просто каким-то спортом занимались. И только там уже в подростковом возрасте пришли в единоборствах, какие бы то ни было. А это влияет на что-то, как ты считаешь? То есть есть ли у тебя ощущение, что там вот этих 5-7 лет тебе чуть не хватало? Нет, именно БММа нет. Я думаю, что БММа можно ничем не занимаясь. В 17-18 лет начать заниматься и добиться высокой опыта. Почему так происходит? То есть в футболе и в хоккее такое невозможно. Я там не знаю ни одного футболиста, который в 17 пришел на футбол. А почему в вашем спорте такое работает? Не знаю, может быть, конкуренция слабее. Во-первых, во-вторых, бойцы созревают поздно. Боец 22-21. Очень невозможно. Ну, почти невозможно, чтобы он стал чемпионом UFC. Самый молодой это 23-24 Джон Джонс. И, по-моему, все. И то это было раньше. Сейчас, я думаю, что невозможно. В 22-21 стать чемпионом UFC. А вот какой тебе, со мной кажется, такая уже предельная планка, когда уже точно поздно начинает заниматься ММА, если ты там ходишь в топ UFC попасть или чемпионом стать? То есть, ну, ты сказал 15-17, но в 20 лет или в 22, в теории, можно начать заниматься и к чему-то прийти? Да, я думаю, даже в 30 можно с большим желанием. И, то есть, в 30 начать заниматься и стать топ-1 UFC, например? Да, я думаю, что это реально. Особенно в тяжелых весах. 93-120. Там намного реальнее. Мне интересно было два вопроса про бой с Дамиром задать. Если честно, мне показалось, что ты чуть больше сил потратил, чем рассчитывал, когда удерживал его в миде. Как будто бы тебя вымотала борьба с ним. Но это могли быть только ощущения как зрители. А вот так ли это на самом деле? Да нет. Обычный трехраундер в бою спокойно как бы отработал в своей манере. А ты можешь сейчас сказать, где конкретно технические ошибки у тебя были? Что тебе сильнее всего не понравилось? Сильнее всего не понравилось, что я пытался только задушить. То есть, мне чуть нужно было не просто спину забирать, а душить забрать, начинать бить. Ну, то есть, добивания было очень мало. Удержки, контроля было тяжело. Ну, вот самая большая ошибка, что я пытался его задушить, а сначала нужно было добивание сделать. Подсечь, рассечь, чуть его размягчить, а потом уже попытаться дышить. Просто я почему-то думал, что его будет легче задушить, чем казалось. Он был очень хорошо готов и вставал он тоже от земли хорошо. Было нелегко так, как я думал. Вот поскольку не так много времени прошло после боя, было ли за это время от Саята какие-то сообщения по поводу того, что дальше будет? Да, были переговоры. Переговоры были и в положительную сторону. Надеюсь, что, как они говорят, будет все хорошо. То есть, как будто бы ты понимаешь уже дату, да? Когда ты можешь идти раз по драку. И кто это был? Мне неинтересна дата, как соперник. Это кто-то выше тебя, судя по тому, что... Да, да, да. Все, кто выше меня, все мне интересны. А все, кто ниже меня, мне уже неинтересно. То есть, можно сказать, что есть переговоры с кем-то, который у тебя в рейтинге, да, боя? Да. Да. У Ислама будет бой с Алексом в Алкановске. Я пока не видел ни одного человека, кто понимал бы, какие есть шансы в Алкановске. Ты понимаешь, в чем они могут быть? Так, в чем. Человек столько раз защищал титул. Такой опытный. Очень хороший на стойке, мощный. Шансы есть у любого человека. Что его нельзя списывать. Я не знаю, почему-то люди очень сильно его списывают, но я бы дал 40% ему. Конечно, 60% ислам, но 40% я бы дал в Алкановску. А вы не пересекались с Тайгерисом? В Алкановску? Да. Нет, он пытался меня подключить в свой тренировочный лагерь. Вот сейчас? Да. Но я отказался, так как смысла нет. Я сейчас не буду тренироваться, и я знаю, что я нахожусь рядом, может быть, по один день, по месяцу по тренировкам. Но я даже не спрашивал условий и так далее. То есть сначала Саят сказал, потом выходил один боец на меня, потом мой друг Эдвин на него через Америку вышли, что он хочет с нами тренироваться, то есть лагерь провести. Но, во-первых, для меня нет смысла. Да, там может быть какие-то будут дивиденды со стороны денег, но я не думаю, что мне стоит быть в его лагере. Тем более я отдыхаю сейчас, сложно отдыхать, а не тренироваться. Так что, если бы у меня была бы подготовка, и если бы я знал, что, может быть, я буду на замену выходить куда-то в Австралию, на замену буду выходить, тогда да, я бы с помощью поехал. У меня просто еще запланированный отдал был семьей, так что я почти восемь или девять месяцев в этом году был в отъездах. Я семьи видел два месяца в этом году. Просто ты сказал, что где-то сорок отдал бы Волкановский, но вот, например, а ты можешь себе представить, что он не даст себя перевести, к примеру? Конечно, может. Если возле стены не будет стоять, будет занимать центр, с центра работать, не лететь на Ислама, то есть принчевать вполне реально. И Волкановский, я думаю, что на руках, на ногах, я думаю, что он переведет Ислам. И еще вот такой момент. Ты сказал, что ты отказался ехать спарринг-партнером. Мне кажется, большинство бойцов из Дагестана откажутся. И вот легко в интернете умничать, говорить, ну, найти спарринг-партнеров, там, как Ислам. А тебе не кажется, что трудно для человека, там, из США или из Австралии найти спарринг-партнеров, которые были бы похожи на Ислама Махачева? Очень тяжело. Так как, да я и сам тоже не похож. У меня другой стиль. Я не делал тебе подсечки, которые делает Ислам. Ислам левша, я правша. Ну, то есть чисто борьбу делать, да, конечно, я могу. А так, чтобы быть похожим спарринг-партнером, как Ислам, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!